Екатерина Каблукова, Татьяна Ковалёва Госпожа нет. Книга первая. Измена Альянсу. Глава первая. «Дзыньк!» Закрывающиеся двери лифта снова раздвинулись, пропуская мужчину в тёмно-сером костюме, явно сшитом на заказ. «Добрый вечер, госпожа Дара!» «Дзыньк!» Звон отозвался в голове тупой болью. «Добрый вечер!» Губы сами привычно раздвинулись в улыбку при виде соседа. Главное не показывать, что устала. Это слабость, а Эмбер не могла себе позволить быть слабой. Она бросила мимолетный взгляд на блестящую поверхность стен. Оттуда на неё привычно смотрела хрупкая блондинка в светло-сером костюме. Золотистые волосы собраны в тугой узел, лёгкий, почти незаметный макияж скрывает тёмные круги усталости. Из-под пиджака выглядывает зелёный в цвет глаз шарф. И никаких украшений, только строгие часы. Мужские, с тремя циферблатами и кучей стрелок. Слишком массивные для тонкой женской руки. Часы были почти новые, купленные всего две недели назад, на годовщину. «Послушайте, говорят, сегодня вы превзошли саму себя!» Мужчина говорил слегка насмешливо, как всегда, когда им приходилось изображать всего лишь соседей. «Все новостные ленты пестрят комплиментами в вашу честь. Надеюсь, вы не собираетесь повторять их мне?» Одна из самых известных и, что немаловажно, высокооплачиваемых адвокатов Межгалактического Альянса слегка изогнула бровь. Собеседник насупился и обиженно посмотрел на неё. «Я думал, вам будет приятно услышать это. Благодарю вас, вы необычайно любезны», – отозвалась Эмбер. Она слишком устала, чтобы вникать в этот поток комплиментов, но ссориться с соседом по пустякам не хотелось. Кажется, мужчина ещё что-то говорил, но госпожа Дара уже не слушала. Её охватила апатия, как всегда бывало после тяжёлой работы. А сегодня судебное заседание длилось целых двенадцать часов. Прийти домой, скинуть туфли, набрать горячую ванну, добавить любимой пены с запахом жимолости. Зачерпнуть бокалом лёд, плеснуть туда виски ровно так, чтобы золотистая интарная жидкость закрыла полупрозрачные кубики. Женщина прислонилась плечом к стене кабины, чуть прикрыла глаза. Длинные тёмные ресницы отбрасывали тени на бледную кожу. Завиток выбился из прически и прилип к щеке. Мужчина шумно выдохнул и окинул её жадным взглядом. Хрипловатый голос, глубокий, будоражащий. Манящая улыбка, плавные движения. Эмбер Дара была хороша, слишком хороша. Известный банкир, он давно желал её. С того самого момента, когда изящная блондинка переехала в квартиру напротив. Или ещё раньше, когда видел броские заголовки газет. «Великий Альбион вновь повержен», «Чопорной империи в очередной раз сказали нет». Он знал, что под этими заголовками обязательно увидят хрупкую блондинку с огромными мужскими часами на тонком запястье. Каково же было его удивление, когда год назад они столкнулись в лифте. Он остолбенел, но тут же спохватился и завёл разговор. Она отвечала очень сдержанно. Когда лифт остановился на этаже и оказалось, что они соседи, банкир не мог поверить в свою удачу и пригласил госпожу Дару в ресторан. «Отпраздновать новоселье». Она отказалась. Раз, другой. А на третий вдруг согласилась. Он возликовал. Но, как оказалось, торжествовать слишком рано. Нет, они устраивали свидание. Если можно назвать свидание, имейте редкие встречи раз в месяц. Каждый раз оказывались в постели, но всегда только по желанию госпожи Дары. Не звонить, не писать сообщений. Вне квартиры изображать всего лишь друзей. Из-за дочери Эмбер, несносной вездесущей девчонке тринадцати лет. Ограничений было слишком много. «Может быть, отпразднуем ваш успех?» Банкир многозначительно помолчал и добавил. «Мне как раз доставили пару бутылок игристого из шампании». «Огромное спасибо». Улыбнулась она просто ослепительно. Правда, глаза так и остались ледяными. «Не сегодня. Но нет». На мгновение мужчина решил было просто прижать её к себе, а там... Там наверняка эта недотрога томно вздохнёт и поднимет к нему очаровательные губки. И... Но потом вспомнил, что его соблазнительная блондинка – известный во всех обитаемых мирах юрист, специализирующийся на международном праве. Интересно, если к ней пристать в лифте да попытаться её облапать прямо под системой видеонаблюдения, она подаст в суд? Что-то подсказывало ему, что такое наиболее вероятно. Сразу вспомнилось, как месяц назад он, после достаточно страстного вечера, предложил Эмбер попробовать пожить вместе и получил решительный отказ. «Я не хочу ничего менять в своей жизни, да и тебе не советую. Как адвокат и просто соседка». «Такая красивая и такая ледяная стерва!» Мужчина прищурил глаза. Внезапно вспомнилось их последнее свидание. Золотистые волосы, разметавшиеся по подушке, полуоткрытые губы, совершенные линии тела. Мужчина с какой-то горечью подумал, что всё происходило именно тогда, когда она хотела этого сама. В остальных случаях адвокат говорила «нет» абсолютно непререкаемым тоном. «Госпожа нет». Именно так Эмбердара называли за глаза в кулуарах делового мира. Поговаривали, она знала и очень гордилась этим прозвищем. Сосед бросил ещё один задумчивый взгляд на хрупкую фигуру, отражавшуюся в зеркальных стенах лифта. Едва заметная улыбка мелькнула на губах женщины, словно она прочитала его мысли. «Сотый этаж!» – возвестил механический голос. «Ну, наконец-то!» Эмбер виновато-вежливо улыбнулась соседу. «Прости, я очень устала». Не стоило портить отношения на ровном месте. Двери лифта беззвучно разъехались. «Всего доброго, господин Лукаш!» «А может, всё-таки…» – попытался он ещё раз. «Нет». Непререкаемый тон заставил зло сощурить глаза. Возразить он не успел. Не обращая на мужчину внимания, Эмбер повернула направо, остановилась перед входной дверью, делая вид, что ищет ключи, а на самом деле собираясь силами. Прошёл год. Она давно живёт в новой квартире и всё равно боится заходить в дом, потому что там нет. Почувствовав, что в глазах защипала, Эмбер тряхнула головой. Надо отбросить эти мысли прочь. Ещё не хватало проявлять слабость, расплакаться на глазах у соседа и любовника, который так и остался стоять, задумчиво смотря вслед. Очередная дежурная улыбка на губах, и Эмбер, махнув на прощание рукой, шагнула через порог в свою квартиру. «Дом, милый дом!» – с фальшивой бодростью пропела она. Небрежно скинула туфли, посмотрела на них, нахмурилась и всё-таки наклонилась, чтобы выровнять. В глаза бросился новенький розовый кроссовок, лежащий на боку. Один. Второй обнаружился на входе в гостиную, откуда слышалась громкая музыка. В данном случае это удача. Аликс дома, и ей не придётся очередной раз обзванивать друзей дочери, выясняя, у кого она в гостях. Эмбер прошла в комнату, ступая босыми ногами по полу. Кархардский мрамор приятно холодил ступни, даже сквозь тонкие чулки. Завтра всё снова. К семи утра на работу помощники должны подготовить документы по очередному иску к империи Альвеон, самому высокомерному, чопорному, закрытому, богатому и потому ненавидимому всеми миру. Именно надменным имперцем она очередной раз щёлкнула по носу, выиграв дело о родительских правах на ребёнка для гражданки Межгалактического Альянса. Каждый раз выигрывая иск против этих чванливых снобов, Эмбер испытывала какое-то особое, ни с чем не сравнимое удовольствие. Её психолог, да, она иногда посещала психолога, чувствуя потребность выговориться кому-то, не опасаясь, что информация станет достоянием общественности, настаивала, что именитый адвокат страдает от комплекса брошенной жены и всё ещё пытается доказать что-то бывшему мужу. Сама Эмбер так не считала, но... Женщина вновь тряхнула головой, на этот раз просто отметая все возражения. «Хватит об Альвеоне. Сейчас надо отдыхать. Проверить уроки у Алекс, набрать ванну, выпить бокальчик виски. А дела? Дела только завтра». «Госпожа Дара!» – обрадовалась экономка, заглядывая в комнату. В руках женщина держала выглаженные шёлковые блузки. «Вы дома?» «Не прошло и трёх суток», – проворчала та, стягивая чулки и сразу направляясь к бару. Босыми ступнями по пушистому ковру. Просто счастье какое-то. «Да, мы с Алекс переживали». Эмбер бросила насмешливый взгляд через плечо. Что за неё переживала госпожа Львов, она верила. Та вообще переживала за всё на свете. От мелкой мороси за окном. Обзор во флайере будет не столь хорошим. До недавно разбитой хозяйкой фарфоровой чашки. Надо же, ценная вещь была, старинная. Впрочем, по поводу чашки Эмбер была согласна. Хотя так и не призналась, что швырнула её о стену. А вот что дочь изволила вынырнуть из своих наушников и соцсетей и обратить внимание на то, что матери нет дома, вот это вряд ли. Разве что деньги понадобились, а их вдруг не оказалось. «Мы как раз после обеда слушали по головизору вашу проникновенную речь о правах женщин. Как вы боролись за бедную девочку, и какое счастье, что вам всё удалось. Алекс так радовалась». «Да-да-да», – кивнула госпожа Дара, доставая из бара бутылку драгоценного виски и… обнаруживая, что в бутылке осталось меньше половины. А ведь когда она последний раз открывала бар, бутылка едва-едва была початая. «Странно». Впрочем, об этом можно подумать и потом. Например, завтра. А сейчас? Зачерпнуть бокалом льда, плеснуть янтарную жидкость так, чтобы полупрозрачные кубики едва виднелись на золотистой поверхности. Поднести бокал губам. Глоток теплом разлился внутри. Ещё глоток. После третьего голова начала кружиться. Ещё бы! Эмбер так ничего и не ела с самого утра. Да что там, с вечера? Утром она выпила лишь чашку крепкого кофе. Скинув пиджак, знаменитый адвокат буквально рухнула на диван, закинула ноги на подлокотник. Как она любила такое состояние и как редко позволяла себе его. Кажется, госпожа Львов что-то говорила, но Эмбер уже не слушала, прикрыв глаза и смакуя двадцатилетние виски. Наверное, надо взять отпуск и куда-нибудь махнуть с Алекс. Горы? Море? Где там люди отдыхают? Хотя, в лучшем случае, они с дочерью начнут выяснять отношения ещё по дороге. В худшем, проведут отпуск, уткнувшись в ноутбуке. Она, очередной раз готовясь к заседанию, дочь, общаясь с друзьями из бывшей школы в социальных сетях. Вот когда была жива мама, то всё удавалось как-то сглаживать, и они представлялись вполне приличной семьёй, даже самим себе. Алекс училась, мама вела хозяйство, следила за внучкой, а Эмбер... Эмбер работала как проклятая, не в силах разорвать круг, остановиться. Слишком уж свежо было в памяти состояние, когда она, ещё совсем зелёная девчонка, рыдала по ночам в подушку, не понимая, где взять денег, чтобы прокормить семью. Как краснее и бледнее, она закладывала скромные золотые украшения, чтобы продержаться ещё неделю, заплатить за квартиру. А теперь? Известный адвокат, дорогая квартира в самом фешенебельном районе. Дочь учится в одной из лучших школ. За успех. Ещё глоток. Ещё. Бокал пуст. Тяжести в голове чуть меньше, а тепла в организме чуть больше. «Ужинать!» — донёсся голос экономки. Эмбер отставила бокал и встала. Переоделась с наслаждением, стряхнув костюм. Подумав, сняла и бельё. Натянула пижамные штаны и майку. И замечательные пушистые тапочки. Розовые кролики с помпончиками. Видели бы её сейчас клиенты. Распустила волосы, помассировала затылок, гудящий от шпилек. Еда и сон. Дочь так и не вышла, чтобы хоть как-то отметить тот факт, что мать появилась дома. Ещё один удар. Психологи утверждали, что Алекс всё ещё не оправилась от боли утраты, на которую наложился переезд и смена учебного заведения. Как будто сама Эмбер оправилась. Она вздохнула. Надо бы поговорить с дочерью, но не сегодня. Сегодня она будет отдыхать. Эмбер прошла на кухню. Чёрно-белую, полную хромированных блестящих кастрюль и незаменимых гаджетов. В электрогриле аппетитно шкварчало мясо. Госпожа Львов уже раскладывала салат по тарелкам. Эмбер села и протянула руку. «Трррр!» Раздалась противная трельного модного галафона. «Чёрт!» – простонала женщина. Бросила взгляд на развернувшийся вертэкран. Куратор из школы Алекс. Учебное заведение гордилось своей схожестью с Окснофордским колледжем, самым привилегированным и закрытым заведением империи Альвеон. Строгая школьная форма, удлинённый учебный день, расширенная школьная программа и кураторы для каждого ученика. Это стоило немало. Но Эмбер в прошлом году заметила, что дочь интересуется подобными учебными заведениями Альвеона и постаралась воплотить желание Алекс в жизнь. Наладить отношения это не помогло. Более того, Эмбер казалось, что после перевода дочь возненавидела её ещё больше. Трель повторилась. Куратор словно знала, что госпожа Дара дома. Впрочем, наверняка она тоже смотрела новости. Значит, игнорировать не получится. Пришлось дать команду включить программу. Без камеры. «Добрый день, госпожа Дара!» На экране появилась темноволосая немолодая женщина. Строгий костюм тёмных тонов, тонкие губы, сжаты в одну линию. «К сожалению, я с нехорошими новостями. Вас завтра приглашает директор школы, и речь пойдёт, скорее всего, об отчислении вашей дочери». «Как?» «Не будь она опьяневшей и усталой, Эмбер нашла бы слова, способные прояснить ситуацию. Но сейчас преимущество было на стороне звонившей». Куратор поняла это и начала заранее подготовленную речь. «Госпожа Дара, я понимаю, что Алекс подросток, но это не оправдывает её поведение. Дерзкие ответы учителям, провокации одноклассников, азартные игры. Что? Карты. На деньги». Эмбер прикрыла глаза. «Нет на желание. Ну, вы же понимаете, репутация учебного заведения...» «Да, конечно. Знаете, мне кажется, она просто не смирилась с потерей». Куратор строго посмотрела поверх очков в тёмной оправе. «Простите, но бабушка Алексия умерла год назад, и она не единственный родственник. У девочки есть вы. Из уважения к вам, госпожа Дара, мы долго закрывали глаза. Но то, как ваша дочь ведёт себя в школе, переходит все границы. К тому же эти волосы – прямое нарушение нашего устава». «Какие волосы?» – пробормотала Эмбер. Лицо женщины на экране стало ещё строже, а губы превратились в одну тонкую линию. «Госпожа Дара, когда вы в последний раз видели свою дочь, вы в курсе, что с ней происходит?» Эмбер скрижетнула зубами. «Извините, у меня срочный вызов». Она щёлкнула по панели, сворачивая экран, и резко окликнула. «Алекс!» Понятно, ей никто не ответил. Только домработница затихла, и, казалось, вообще перестала дышать. Эмбер кинула на неё грозный взгляд, увидела молитвенно сложенные руки. Поняла, что если сейчас услышит тихое в исполнении госпожи Львов «Пожалуйста, она же ребёнок», то начнёт убивать. И стремительно вышла из кухни. Рывком открыла дверь в комнату дочери, не обращая внимания на табличку «Не входить, не хочу никого видеть». И проговорила, из последних сил сдерживаясь, чтобы сразу не сорваться на крик. «Как прикажешь понимать звонок из школы?» Дочь как сидела спиной, так и продолжила. Не отреагировав вообще никак. Только сейчас Эмбер заметила, что волосы дочери выкрашены в розовый цвет. Ярко-розовый, словно жвачка, прилипшая к ботинку во время прогулки в парке. Почему-то воспоминания о жвачке разозлили. Подлетев к «Алекс», женщина сорвала наушники, невольно дёрнув ядовито-розовую прядь, зацепившуюся за провод. «Ай, ты чего?» Дочь развернулась к ней. Зелёные глаза сверкали гневом. Точно такие же глаза Эмбер каждый день видела в зеркале. Неизвестно почему, но это разъярило ещё больше, чем розовые волосы. «Что случилось в школе?» Изо всех сил, стараясь оставаться спокойной, проговорила она. В глазах мелькнул испуг. Дочь, сделанным безразличием, пожала плечами. «Ничего». «Не лги мне», – потребовала Эмбер. Я завалила контрольную. «Одну?» Пристальный взгляд, под которым ёжились самые стойкие свидетели на суде, не оказал на дочь никакого воздействия. «Я не стала их писать, испортила рейтинг школы». Девочка с вызовом взглянула на мать. «Вот как?» Эмбер скрестила руки на груди. «И почему же?» «Потому что ничего не учила?» «Потому что в этой школе всегда найдут к чему придраться». «Разумеется, это же одно из лучших учебных заведений в стране». Алекс промолчала, только скривила губы, выражая сомнения. Это разозлило ещё больше. «Ну хорошо, пусть ты отстала по программе, но были же репетиторы. Я лично говорила с ними. Они что, не смогли подтянуть тебя?» Спросила Эмбер, уже зная ответ, но всё ещё надеясь на что-то. Дочь молчала. Нехорошее подозрение закралось в душу. «Алекс?» Девочка прикусила губу. «Ясно. Я даже не спрашиваю, куда ты потратила эти деньги, между прочим, заработанные мной». Ещё один тяжёлый взгляд. Дочь вскочила. «Деньги, деньги! У тебя в голове нет ничего, кроме твоих дурацких денег. Ты кроме них ничего не видишь». «Прекрати!» Взорвалась Эмбер, чувствуя, что голова опять начинает болеть. «Мы говорим сейчас не обо мне, а о тебе. Тебя отчисляют из школы». «Ну и слава богу, дурацкая школа». «Что?» Эмбер задохнулась от негодования. «Ты, ты что, специально завалила контрольные? И твоё поведение, карты, волосы, всё для того, чтобы тебя отчислили?» Зелёные глаза подозрительно блеснули. Алекс насупилась и заморгала. «Я говорила тебе, что ненавижу эту школу, что не буду в ней учиться, но ты не слышишь». «И что же я не слышу? Что ты привыкла быть отличницей, а в новой школе это невозможно?» «Разумеется, невозможно. Отличники там лишь под Лизой и заучки. А, и те, кто гораздо богаче тебя». «Так, всё, хватит». Эмбер почувствовала, что виски просто раскалываются от боли. «Значит так, дорогая моя, с завтрашнего дня ты под домашним арестом. Я лишаю тебя карманных денег и нанимаю водителя, который будет возить в школу и к репетиторам. Никаких гаджетов, никаких подруг, пока ты не исправишь свои оценки. Надеюсь, всё ясно?» Повисла пауза. Долгая, похожая на ледяную стену. Прозрачную, но уже непробиваемую. Молчание нарушалось только громким сопением Аликс. «Да, мама», – кивнула вдруг дочь и подняла на Эмбер глаза полные слёз. «Конечно, конечно, всё ясно, что я не такая. Тебе я всегда не такой была». «Что за чушь?» «Ты с самого начала меня не хотела, потому что я сначала мешала тебе нормально учиться, потом побеждать в судах, а потом строить карьеру». «Да как ты смеешь мне это говорить?» «Я смею, потому что это правда. Может, я бабушке и нужна была, но тебе… тебя никогда не было рядом со мной. Никогда». Эмбер устала, прикрыла глаза, считая до пятидесяти. Больше всего ей хотелось дать дочери пощёчину, но она понимала, что это лишь обострит и так затянувшийся конфликт. В уме она попыталась подобрать слова, чтобы убедить Алекс, что это всё неправда. Что с того момента, как она узнала о беременности, у неё никогда и мысли не было избавиться от ребёнка, как бы ей ни было тяжело. Что она работала как проклятая, лишь бы выбраться из той пучины, куда их толкнул отец Алекс, чтобы у дочери было всё самое лучшее. Чтобы они не считали эти проклятые копейки, чтобы за одежду не было стыдно перед одноклассниками, чтобы, поглощённая этими мыслями, она не заметила, что пауза затянулась. «Молчишь!» – взвелась дочь окончательно. «На же сказать тебе нечего!» – она кинула на мать злой, словно у волчонка взгляд и мстительно добавила. «Вот поэтому и отец ушёл. Веди ты себя по-нормальному, хоть как-то показывай, что он тебе нужен, разве бы это произошло?» Эмбер дёрнулась, как будто ей залепили пощёчину. «Алекс, я запрещаю тебе!» «Ты, ты запрещаешь, ты не позволяешь, ты устала, всегда ты, никогда ни о ком. Господи, почему ты не отдала меня отцу? Он бы меня любил!» Эмбер истерично рассмеялась, как всегда, когда слышала такие бредовые высказывания. «Любил, как же!» Но для Алекса это было последней каплей. Решив, что мать смеётся над ней, она выскочила из комнаты. Длинные розовые волосы мазнули Эмбер по лицу, хлопнула дверь, потом топот. Растерянный голос экономки. «Алекс, девочка, ты куда?» В ответ истеричная, слегка наигранная «Оставьте меня все в покое! Ненавижу вас всех!» и грохот закрывающейся входной двери. Странно, но именно это послужило толчком к тому, что Эмбер словно бы очнулась. «Алекс!» Позвала она. «Алекс!» Она в досаде стукнула рукой по стене, потом опомнилась и побежала следом. «Надо же догнать, объяснить, пристыдить, потому что сомневаться в ее любви – это просто неправильно!» «Можно ругаться, можно дуться, трепать нервы, но сомневаться в том, что дочь – самое дорогое для нее существо, любимое, ради которого она готова на все, это…» Она стервенела, нажимала на кнопку лифта. «Ничего!» «И ведь не побежишь вниз с ее пафосного сотого этажа!» «Давай, давай, давай!» Она стучала ладонью по стене. «Дзиньк!» Двери раскрылись перед ней. «Наконец-то!» Женщина выскочила на улицу как раз вовремя, чтобы увидеть, как дочь затаскивал во флайер какой-то мужчина. «Нет, Алекс!» Черная громада уже поднимался в воздух. Эмбер вспомнила, что ее сумка вместе с телефоном остались в квартире. Оглянулась и поняла, что не успеет она, просто не успеет ничего сделать. В глаза бросился ее собственный флайер, стоявший на парковке. Не раздумывая, Эмбер подлетела к нему, приложила ладонь к панели сканеру. «Добро пожаловать!» Приятный механический голос. «Вверх!» Панель полыхнула алым. «Ваш голос свидетельствует о значительном психоэма!» Эмбер не стала слушать, а перевела аппарат в режим ручного управления. Дорогая функция, доступная лишь топовым моделям. Рванула виртуальный джойстик вверх так, что ее с силой вжала в кресло, подрезала идущий на посадку флайер соседей. Перед глазами промелькнули испуганные лица. И вот она в воздухе. Краем глаза Эмбер успела заметить похитителей. Какое счастье, что их агрегат большой, заметный и неповоротливый. Особенно здесь, в центре, где в небе просто карусель. «Быстрее, быстрее!» – приговаривала она, словно читая заклинание. И оно действовало. Никогда Эмбер еще не нарушала правил полетов, несясь с такой скоростью, что небоскребы просто сливались в одну полосу. Прекрасно зная, к чему могут привести любые нарушения правил, до этого момента она предпочитала благоразумную, неторопливую езду. Сегодня же. Сегодня она подрезала, проскакивала на красный, не пропускала никого и вклинивалась в малейшее свободное пространство. И вот она почти догнала тех, кто похитил ее дочь. Показалось ли, в окне она сумела разглядеть заплаканное лицо Алекс. Девочка что-то шептала, во всяком случае стекло затуманилось. Эмбер закусила губу и провела по сенсорной панели, еще увеличивая скорость. Мотор взбыл. Панель полыхнула красным. Опасность перегрева внутреннего цилиндра. Это означало взрыв в любой момент. Но Эмбер сейчас было плевать на все. Она неслась спасать дочь. Они почти поравнялись, когда флайер похитителей чуть накренился на бок и резко ушел вниз. Дьявол! Эмбер вцепилась в панель управления и, ни о чем не думая, повторила маневр. Возмущенно гудели вокруг другие водители. Замелькали огни полицейского патруля. Взвыла сирена. Женщина неотрывно смотрела на похитителей. Они ловко спикировали на грузовую платформу межмирового экспресса, после чего флайер начал затягиваться автоматическими шлюзами. Эмбер судорожно вздохнула. Это же какого уровня должен быть пилот, чтобы приземлиться на уже движущийся экспресс? Флайер красного цвета с номером 3765 Дор. Немедленно опуститесь на землю и дождитесь сотрудников полиции. Повторяю. Из всего она уловила только слово «полиция». Скосила глаза на экран, отображавший камеру заднего вида. Неподалёку от неё покачивался, переливаясь сигнальными огнями, белый с чёрной полосой полицейский флайер. Экспресс ещё не покинул их мир, и здесь полиция. Значит, можно задержать похитителей и не дать увезти дочь не пойми куда. «Не делайте попытки скрыться. Повторяю». Она послушно приземлилась, открыла дверцу, выпрыгнула. «Господин офицер!» Бросилась она к усатому патрульному, что вальяжно вылез ей навстречу из чёрно-белого аппарата. «Прошу, помогите. Я Эмбер Дара. Мою дочь похитили. Надо задержать экспресс, что только что отправился с этой платформы, и... Документы!» Равнодушно отозвался патрульный. Она остановилась, словно её облили холодной водой. «Вы не слышали меня? У меня дочь украли, и похитители...» «Документы!» Он лениво вытянул вперёд руку. Растрёпанная женщина в пижаме растерянно переводила взгляд с него на уходящий экспресс. Ещё виднёлся последний вагон, и можно было успеть. Махнув на полицейского рукой, она попыталась сесть в свой флайер. «Куда?» Полицейский проворно перехватил нарушительницу. «А ну стоять!» «Да послушайте вы!» Разъярённая Эмбер попыталась вырваться, но ей тут же заломили руку за спину. «Вы что, не понимаете? Там моя дочь!» «Эй, полегче!» Усмехнул содержащий её полицейский, склоняясь над лицом задержанной женщины, чтобы посмотреть зрачки. Уловив знакомый аромат, он демонстративно втянул воздух и насмешливо проговорил. «Джон, да она пьяная? Вождение в пьяном виде!» Заглянул во флайер Эмбер, где разноцветными огнями переливалась панель управления, и довольно кивнул. «В ручном режиме!» «Немедленно отпустите меня!» Не помня себя, Эмбер попыталась оттолкнуть его, вырваться и успеть за экспрессом, который через пятнадцать минут уйдёт в червоточину, чтобы через несколько минут появиться в каком-нибудь из сорока шести обитаемых миров. Её дочь увозили, а она, госпожа Дара, известный адвокат, ничего не могла сделать, потому что полиция, которая должна была её защищать, выкручивала ей руки. «Какая жаркая бабёнка!» кивнул напарнику патрульный, защёлкивая на запястьях наручники и затаскивая Эмбер в полицейский флайер. Женщина сделала последнюю попытку вырваться и пнула полицейского по ноге. «Вот ведь!» нецензурно выругался он. «Ладно, не хочешь по-хорошему. Майк, оформляй сопротивление». «Если вам нужен будет адвокат», губнил его напарник традиционные при аресте слова. «Да я сама адвокат!» «Ага, конечно. Скажи ещё, что ты Эмбер Дара!» рассмеялись они хором. Глава вторая Эмбер металась по камере полицейского управления, как тигрица по клетке. Как злостную нарушительницу, её привезли прямо в центральное управление, запихнули в ближайшую камеру и теперь занимались оформлением задержания. Это просто сводило с ума. Время всё шло, а полиция, та самая полиция, которая должна была защищать, бездействовала. «Да сядь ты, наконец!» рявкнул на неё в который раз полицейский, который заполнял в общем зале документы. «Кто придумал камеры ставить там же, где люди работают?» «Это чтобы совесть у вас пробудить!» просипела, не открывая глаз, потасканная дама, что томилась в той же клетушке, что и Эмбер. Вот она вообще никак не реагировала на действия соседки по камере. «А ты замолчи!» обхватил голову молоденький полицейский. «Слушайте, вы уже натворили дел на разжалование всего вашего департамента. Я не говорю про это отделение полиции!» Госпожа Дара уже взяла себя в руки и говорила спокойно и размеренно, как и полагается. «Все вы, богатенькие фифы, так поёте!» усмехнулся тот полицейский, который задержал её. «Думаешь, если мужик тебе за твою попку флайер подарил, так на нём можно пьяный и без документов, ещё и нарушив все правила полёта в мегаполисе. Так что не думаю, что нам стоит чего-то бояться. Вам перечислить все статьи Конвенции о правах гражданина Альянса, которые вы сегодня нарушили? Не говоря уже о том, что нанесли мне непоправимый моральный ущерб?» Эмбер, не надо было задумываться, слова находились сами, как и Тон, который заставил стражей порядка насторожённо переглянуться. «Эй, мне тоже ущерб нанесли!» Поддержала её соседка по камере. Её выкрик свёл на «нет» всю фразу Эмбер, вызвав улыбки у полицейских. Прикусив губу, госпожа Дара заметила, что остальные сотрудники прекратили работу и начали подходить ближе, чтобы не пропустить бесплатное шоу. «И какие же именно статьи Конвенции мы нарушили?» Осведомился один из полицейских. Остальные поддержали его смешками. Эмбер вздохнула. «Вы не провели процедуру удостоверения моей личности по ДНК, не отреагировали на моё заявление о совершённом преступлении, не дали мне совершить звонок при задержании и...» «Мы в течение суток продержим вас в камере до выяснения обстоятельств, установим вашу личность, ведь при вас нет документов. Ведь нет? А в ДНК-лаборатории у нас огромная очередь!» Полицейский, тот самый, которого она пнула, злоусмехнулся. «А потом уже примем заявление. Если, конечно, вы проспавшись, не поймёте, что просто всё придумали». Эмбер застыла на месте. У неё было такое впечатление, что голова просто разорвётся. «Дайте мне позвонить, пожалуйста. Я даже обещаю не преследовать вас лично». «Преследовать меня – это преступление, чтобы вы знали». Злоусмехнулся парень. «В вашем случае, может быть, и с сексуальным подтекстом». Эмбер скрипнула зубами и сосчитала до десяти, чтобы успокоиться и мыслить здраво. Странно, когда ей рассказывали о полицейском произволе, адвокат всегда считала, что это либо преувеличение, либо стечение неудачных обстоятельств. Кому в голову может прийти рисковать карьерой, да и свободой в наш век контроля, камер и возможностей поминутно отследить, кто чем занимался? Но сегодняшний день как-то перевернул все представления. Обо всём. Словно Эмбер оказалась в сорок седьмом мире, неоткрытом и абсурдном. Где были неизвестны правила поведения, и где её просто не слышали. И где стражи порядка не желали исполнять свой долг, никоим образом. «Послушайте!» «Если ты не замолчишь сейчас же, я отправлю тебя в подвал, в карцер», потерял терпение полицейский. «Туда не надо, там холодно, тесно и крыс». Снова прокомментировала соседка. «Да поймите вы!» «Всё, достала!» Он подошёл к клетке, отварил её, вытащил Эмбер наружу, заломив ей руки. Она не сопротивлялась, понимая бесполезность этого. Лишь с какой-то холодной отрешённостью запоминала эти ухмыляющиеся лица, чтобы потом отомстить. Каждому. Потому что они стояли и смотрели, как кто-то похитил её дочь. «Что здесь происходит?» Раздался от двери рёв, в котором мало что было человеческого. «Господин комиссар!» Парень выпустил Эмбер и вытянулся. «Госпожа Дара!» Начальник полиции с изумлением смотрел на Эмбер. «Что произошло? Почему на вас наручники? И вы в таком виде?» «Спросите ваших людей, господин комиссар». Голос звучал устало, сил усмехаться или торжествовать уже не было. «А также, как они произвели мой арест, который, кстати, записан на уличные камеры. Мне подать заявление министру юстиции или решим всё в частном порядке?» «Арест? Вас, а, арестовали?» Начальник полиции побелел, рванул в ворот форменного кителя. «Вы... я... мы... это недоразумение. Пройдёмте в мой кабинет и снимите кто-нибудь с госпожи Дары наручники». Под испепеляющими взглядами начальства полицейские засуетились, точно муравьи в муравейнике. Они даже успели прошептать извинения, которые Эмбер пропустила мимо ушей. Ей хватило сил пройти в кабинет комиссара и там упасть на стул. «У меня похитили дочь». Она вдруг поняла, что по щекам бегут слёзы. «Что?» не понял начальник полиции. «Дочь. Мою дочь похитили. Алексия Дара. Её увезли на экспрессе». «Куда?» «Не знаю». Она обречённо прикрыла глаза, силясь вспомнить. «Экспресс отходил в 9.30. Я не успела посмотреть расписание». «Вы уверены?» Комиссар нахмурился, листая только что переданное дело со списком нарушений. Затем взглянул на растрёпанную, одетую в пижаму женщину, так резко отличавшуюся от холёного адвоката, которого он привык видеть. Розовые тапки кролики на ногах покачивали плюшевыми ушами при каждом её всхлипе. Судя по отчаянию в зелёных глазах, госпожа Дара не лгала. «Я гналась за похитителями, но они приземлились на платформу». «На платформу движущегося экспресса?» изумился комиссар. «Да». Эмбер устала, прикрыла глаза, вновь переживая ужас происходящего. «А ваши люди, вместо того, чтобы задержать экспресс, задержали меня». Начальник нахмурился и нажал несколько кнопок на коммутаторе, бросил несколько резких фраз и снова повернулся к своей гости. «Я вызвал специалистов, и вы желаете что-нибудь?» «Найдите мою дочь!» Комиссар вздохнул и набрал номер. Ровно через час они были в центре наблюдения уличных камер. Мужчина в чёрном костюме и несвежей когда-то белой рубашке встретил Эмбера комиссара полиции у входа и провёл сквозь огромный зал с множеством вирт-экранов, на которых шла трансляция онлайн, в отдельный кабинет. «Вот запись!» Он развернул вирт-монитор с множеством кадров. «Все камеры в округе. Ваш дом и его окрестности просматриваются хорошо. Смотрите. Может быть, кого-нибудь узнаете?» Эмбер кивнула. За этот час она успела изучить расписание и отметить восемь экспрессов, отправлявшихся в разных направлениях. Семь из них уже вынырнули из червоточин, пять прибыли к конечной станции, но девочки на них не было. Требований о выкупе тоже не поступало. Саму девочку отследить тоже не удалось. Разбитый галафон нашли около дома, сразу возле выхода. Последний поезд все еще находился в пути. Его станцией назначения был Альвеон. Эмбер вздохнула и присела у экрана. Перед глазами шли кадры стандартной съемки камер наблюдения. «Сможете сказать точное время?» – спросил их провожатый. Она назвала. Мужчина кивнул и набрал что-то наверх клавиатуре. Изображения на экране замелькали, а потом снова обрели былую плавность. Заметив Алекс, выскакивающий из дома, Эмбер подалась вперед. Вот девочка отбежала и говорит по телефону, отчаянно жестикулирует, кусает губы. С замиранием сердца Эмбер смотрела, как дочь заканчивает разговор и… Швыряет галафон в стену. «Запись разговора!» Госпожа Дара повернулась к комиссару. «Надо запросить ее!» Начальник полиции кивнул и вышел, правда, почти сразу вернулся. Глядя на его мрачное лицо, госпожа Дара моментально поняла ответ. «Увы, собеседник вашей дочери использовал дипломатический канал. Звонки защищены шифрованием». Еще через минуту, как будто выжидал в засаде, плавно опускается флайер. «За рулем явно военный!» Бормочет, словно бы про себя разыскник. Мужчину, который выскакивает с переднего сидения и распахивает дверь перед Алекс, Эмбер не знает. А вот тот, кого видно плохо, кто сидит сзади. «Посмотрите, она идет сама, добровольно!» У Эмбер закололо сердце. Поезд до Альвиона, интерес Алекс к учебным заведениям, дипломатический канал и военный за рулем флайера. Она уже знала имя похитителя, но все еще не хотела верить, что это случилось. «А есть ли съемка с другого ракурса, чтобы пассажир на заднем сидении был виден?» «Вы его узнаете?» «Могу ошибиться, но...» «Нет, она не ошиблась». И, наверное, надо было сразу догадаться, когда Алекс накинулась на нее с упреками в том, что никогда не нужна была матери. Именно этот человек всегда приносил беду в ее жизнь и ставил все с ног на голову. «Ненавистный Альвионец, высокомерный и бесчестный...» Отец Алекс. «Игс» «Игс»